Как вы думаете, можно это обобщить на неавтономную систему? Да, вот есть. Сейчас скажу вам. Ну, я на словах скажу. Значит, функцию берем только зависящее от переменной пространства состояния. Производная тогда, это функция от x и f. Это множество нулей, это в расширенном фазовом пространстве. Проектируем это множество на фазовое пространство. Получаем то множество s, аналог универсального сечения автономной системы, где находим инфиму и супрему функцию, на что это и в суток зависит, и множество там. И тогда множество, вот это омега выписывается такое же. Свойство у него наследуется, да? Есть наследуемое, а есть нет. Разница проистекает на уровне, так сказать, множества омега-прегейных точек для системы неавтономной. То есть есть нюансы, не вся эта теория один-в-один туда переходит. Но нет, трех вопросов переходит. По локализации и вариации трампантов вопросов нет и так далее. И по обобщению отхода Липунова, когда вот находится область к удачей траектории для скопринятия внешнего разрушения системы с устойчивым положением продавеса, как нельзя это будет. Обобщались? Обобщались? То есть мы тоже можем организоваться по локализации, да? Да, да. Кстати, а вот в 8-го года Фидикс Лептерс есть, и 9-го года с Анатолием Николаевичем Канадниковым, но откуда говорили, там теряем вообще не мягко. Вопрос обрабатывал. Если построить эту функцию S, то частично понятно, что происходит по правильному времени доклада. А вот есть алгоритм, как функцию S строить? Ну, я сказал, что есть пожелание у меня, есть техника у меня, скажу просто перечисление. Пожелание от функции локализирующего, которую выбирали профессионалы, это чтобы уравнение локализирующего множества было таким, уравнение у инверсальных сетей было таким, чтобы замок в инверсальной сетей оказался компактным множеством. Тогда это хорошо. Как находить, чтобы нетривиальное было локализирующего множество? Ну, есть метод неопределенных коэффициентов. То есть берете функцию S, производим параметры. Смотрите, какое уравнение у универсального сечения, и работаете с ним, чтобы подбирать коэффициенты, чтобы можно было посчитать и так далее. Очень советую посмотреть вот статьи, с той стороны, с авторской старковой, где разнообразная такая техника, как и верно. Ну, я когда начинал эту тематику, то я вот выбирал с точки зрения компактности. Брал многочлен, требовал, чтобы уравнение было компактным. Скажем, вот для Лоренца я нашел в свое время такую функцию четвертого порядка. Чтобы универсальное сечение и локализирующие множество было компактным. То есть не обязательно на уровне класса аналитической диаметрии, когда беремся многочлены.